Держинский райисполком Сергея Дмитриевича мы все знаем как человека, который оказывал нам помощь. Еще несколько месяцев назад всем знакомым говорил, что знает, что его прослушают и за ним следят. Собравшиеся на мини-витинге перечисляли за звуки Сергея Дмитриевича и говорили, какой он хороший, как всем помогает. В этот период ему удалось в значительной мере покращать ситуацию в всех сферах жизни, жизнедеятельности района. Смутило только то, что из известных личностей общественных организаций практически никого не было. Был только очень близкий круг знакомых и родственников. Мы работаем с Держинским районом, еще не было войны с 2006 года, помогать особенно инвалидам детям, инвалидам взрослым людям. Первая, вторая группа категории в крайнем случае. Это благодейный фонд у нас идет из Канады, Голландии и Испании. Посвящается нашему председателю исполкому Сергею Дмитриевичу Степанику, как он уже в этот год ровно будет 10 лет, как он на сегодняшний день на должности голова председателя Держинского исполкома. Чуть-чуть неправильно. Хороший человек, мы с ним сотрудничаем очень много, сколько он сделал для людей. За последние 5 лет своей активной, скажем так, жизни, последние 5 лет занимал должность заместителя председателя Держинской организации ветеранов Афганистана. С марта месяца уже председатель районной организации. И Сергей на тот момент, на тот момент, 5 лет назад, был еще исполняющим, кажется, обязанности, да, если не ошибаюсь? Где-то так. Не помню. Вы лучше меня должны это знать. Посмотрим в интернете. Да, ну, в принципе, в принципе, ничего плохого сказать не надо. Чтобы не быть голословным, у меня здесь есть даже документы, которые подписаны им на предоставление общежития в нашем районе членам моей организации. Так что, ну, я пришел не с пустыми руками. Если здесь будет какая-то акция, то я скажу только добрые слова в его адрес. Плохого, в принципе, сказать ничего не надо. То, что шьют там какие-то там криминальные или там еще какие-то дела, то это уже, как говорится, не будем давать никаких комментариев. Я не знаю, я приглашен членами семьи, вот, не как председателя организации, а просто как, скажем, друг Сергея Дмитриевича. Я могу сказать только хороший адрес, потому что и афганцам, и атошникам, и вдовам, и членам семьи погибших он помогал, чем мог помочь на своем последнем. Суть мероприятия, или вы поддерживаете, или как вы относитесь к тому событию, что произошло? То есть это подстава, или это вполне вероятное событие? Ну, подстава, не подстава, это, я думаю, где есть компетентные органы, которые разберутся больше-менше, то есть профессионально. Сегодня мне хочется, я не мог пройти, понимаете, в очень тяжком положении находюсь я, как революционер, и в очень удобном состоянии, я вынужден сегодня мне позову сердца, что я уже не как какой-то революционер, а я выхожу как человек, который пребывал на революции гидности, не сходячи из первых дней Майдана. Когда над державой нависла велика угроза захвата, я и тогда познайомился с Сергеем Дмитриевичем. Каждый день я мог надеяться на его поддержку. На его поддержку, когда приходили телеграмы, что нужно солярка для того, чтобы вывезти, или топливо для того, чтобы вывезти бейцов из зоны АТО. Если нужно, было машины, которые шли с лисыми скатами, мы получали эту помощь на 35 тысяч гривен. Когда у нас застряла погрузка танков из 17-ти танковой бригады, до кого я не вернулся из депутатского корпуса, никто не смог решить вопроса. Надо было загрузить один раз 12 танков, и другой раз надо было загрузить, по-моему, 17. Только один Сергей Дмитриевич сказал, что я решу это вопрос. Хотя бы у нас в городе находится всего один, единый кран на металстиле, это 100-тонный кран. И Сергей Дмитриевич ни на минуту не нарушает решение оценить вопросы. Поэтому я никогда с ним не работал в этом помещении, не разделял каких-то остатков. Но далеко не все пели дефирамбы Сергея Дмитриевича. Случайный посетитель райисполкома медик Валентина Петровна в корне не согласна с рукой поддержки Степанюка. Я, Веселых Валентина Петровна, всю жизнь проработала в первой горбольнице рядом с Дзержинским райисполкомом. И знаю, как Степанюк, этот самый Дмитрий, не Дмитрий, Степанюк, как же его звать, Сергей Дмитриевич. Отца всю жизнь знала, отец был приличный. Но этот человек, когда сел только сюда, к нему на прием один раз попала. И то он сказал, я вас бы на улице бахнул. Человек никогда для нас ничего не делал. Улицы у нас ветеранов труда разрушены. И во дворе у нас здание, заброшенное здание. И там детская кухня раньше была, а теперь эту кухню разрушили наркоманы, алкоголики. Вот это нам сейчас его зам написал, что там все нормально. Только наркоточки вот этой неделе закрыли. Спасибо Гречух Андрею Алексеевичу и Шапошникову Владимиру Вячеславовичу. Именно они закрыли. А этот Дзержинский райисполком, он никогда прием не вел. Он себя вел так, это как будто он Господь Бог. Думал, всю жизнь тут будет кратить и ничего. И только с помощью милиции пока наркоточку закрыли. Но зато это здание сейчас антисанитария, грязь там, крысы. Вот это всякие шприцы после наркоточек. Дети маленькие там играются. И тут же сколько раз обращались, никаких мер, 5 лет к ним обращаемся. Когда нелегальный бизнес был, когда этот нелегальный бизнес закрылся, мы закрыли в столярный цех. А теперь хозяина не могут там найти. Вот это они, мы мучаемся, у нас кражи пошли после этого. Те наркоманы в этом здании колются. Там мусор, это два общежития, каждый день выносят туда годами. Это полное безобразие. Антисанитария, грязь, наркомания. Ну сколько это будет? Вот этот человек сидел и ничего не делал. А теперь он, вор, должен сидеть. Скажите, пожалуйста, его обвиняют сейчас во взяточности, там, сумма 60 тысяч гривен. 60 тысяч. В пользу крышевания, там, открытия каких-то ларьков и так далее. Он всю жизнь таким делом занимался. Вы считаете, это правда? Правильно, правда. Я его с детства знаю, этого человека. Он бывший неблагополучный человек. Отец сунул его. Когда он депутатом был, потом этот вот, и вдруг он стал, мы в шоке были. Как такой человек неблагополучный. Я тогда пришла на прием. Говорю, Сергей Дмитриевич, говорю, я этому очень много отцу помогала. Ну вы, говорю, помогите. Я не буду смотреть вот это здание. Не буду. Я говорю, тогда я сейчас словами не буду называть, кем он раньше был. А он говорит, я вас на улице бахнул бы. Это нормальный человек. После этого я к нему ни разу на прием не приходила. Потому что постоянно горячая урядовая линия. Или этому Авакову звоню, или это Гречук Андрею Алексеевичу. Ничего не делается. Губернатору недавно позвонили. Горячую урядовую линию. Потом Авакову позвонили. Сюда бесполезно ходить. Вот сейчас зашла, говорят, мы хозяина не можем найти. Как с ним можно дальше работать? Пусть уходит. У вора должны руки отрубать, а не сажать. Чтоб и правой, и левой руки не было. Так что он достал. Вот у меня бумага. Сейчас трубчанинов пишет. Ничем этот самый... А, частично подтвердили, что там полное безобразие. Вчера это я выступала по Рудане. Потом я показала этот самый... Спасибо прокурору у нас хороший. Вот трубчанинов. Это не стыдно? Они даже не появлялись. Милиционеры полмесяца ходили. Еле точку пока закрыли. Наркоточка, металлоточка. Это все в Дзержинском районе. Полное безобразие. И его пришли зачищать. Их пригнали. Ради объективности нужно добавить, что многолетние обращения жителей жилищно-строительных кооперативов Востока в лично к Сергею Дмитриевичу Степанюку по поводу завышенных тарифов на жилищно-коммунальные услуги в кооперативах самоуправства и разворовывания денег кооперативов самозваными головами практически всегда оставались без надлежащего внимания. Хотя в соответствии с законами Украины именно исполнительная власть несет за это прямую ответственность. Вместо помощи людям Сергей Дмитриевич откровенно говоря только вредил и фактически много лет крышевал воров и самозванцев. Причем, как говорят очевидцы, небезвозмездно. И все же, кому стало выгодно избавиться от Сергея Дмитриевича? Нам кажется, что есть основания предполагать, что без вмешательства семейства Вилкулов тут не обошлось. Вы считаете, причина вот этой вот провокации, инцидента, или что это произошло и кто в этом заинтересован может быть? Одна из причин данного инцидента быстрее всего, что семья Вилкулов заказала Сергея Дмитриевича Степанюка из-за того, чтобы убрать его с этого поста, так как этот район является одним из передовых лидирующих, при этом его по партийной не только линии хотели убрать, на что он и заявил, что у него есть много конфроматов, что он вилы такие поставит их в семье, что им тут потом дальше не жить. Один из вариантов для того убора, что он уже где-то больше, чем полгода, потихонечку входит в контры с Вилкулов. Один из инцидентов, на который мы гласно-негласно знаем, это установка площадок для вывоза и сбора мусора, чтобы их забетонировать, плюс обставить их с забором. Но так как это должна делать компания Коспецтранс, она является частной компанией, в частности уже есть много косвенных доказательств, что она причастна Вилкуловская семья к этой компании, и она должна этим заняться. Он дал указания глав районов, чтобы они это все установили. Где деньги на вопрос взять, они сказали, у вас есть район, работайте с этим районом, оттуда берите деньги, ставьте эти площадки. При этом, опять проверяются еще данные в плане того, что были заказаны мусорные баки с денег бюджета для установки на этих площадок. Причем тут бюджетные деньги, причем тут район к этой данной территории, если она является непосредственно территорией Коспецтранса, за которую он должен отвечать и благораживать, и он за это получает деньги. Вот есть такие вот нюансы, есть моменты, что, возможно, большой вариант, что эта заказуха была с Вилкуловской стороны. Продолжение следует...